Мишка Шифман Мишка также сообщил по дороге в Мневнике, говорит, Холдумейр я словил в радиоприемнике и такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я, говорю, Машета Ян, сука, одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон, ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же пал в экстаз, после литры выпитой, и, говорит, они же нас выгнали с Египета, оскорбления простить не могу такого, я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой никак не будем, ой, здравствуй, до свидания, мы попретем, паломники, чувства придавив, говорит, да хрен ли нам, Мневники, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но в русах хвостка есть, русские я по паспорту, только русские в родне, прадед мой Самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишка Шевман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, выстроили бездны их, там гинекологов от них, как собак нерезанных, и нет зубным врачам пути, слишком много просится, а где на всех зубов найти, значит безработица. Мишка мой кричит, к чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там, изра или ванная, видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул к мозгу и сказал, согласный, хвост огромный в тебе нет, из людей, пожалуйста, Мишке там сказали, нет, ну а мне, пожалуйста, он кричал, ошибка тут, это я еврей, А ему говорят, не ошибка тут, выйдем ли из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный, а ответ ужасно прост, и ответ единственный, я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, Мишка пьет проклятою, и говорит, что за графу не пустили пятую.